Доброе утро, уважаемые гости и подписчики канала! Сегодня я вам хочу рассказать потрясающую новость. Оказалось, что вид морской змеи, а именно коротконосая оливковая морская змея, которую уже 23 года не встречали и считали, что она вообще вымерла, оказывается не совсем вымерла. Может быть и совсем не вымерла. Дело в том, что научная экспедиция, там международный коллектив ученых на корабле, который называется Фалькор, и принадлежит он Океаническому институту Шмидта, это благотворительная организация, которая вот этот корабль купила и бесплатно его предоставляет для работы ученых. Они работали рядом с Австралией на большом рифе Эшмар, в 320 километрах от побережья Австралии находится. Это горячая точка биоразнообразия морских змей. Их там было какое-то несметное количество, но за последние 20 лет их численность упала, а некоторых видов вообще сократилась до полного нуля. Исследователи, которые там работали, отмечают, что если в конце 20 века можно было за одну экскурсию по этому рифу встретить 50 экземпляров змей, то в 2002 году уже количество вдвое сократилось, а в 2012 году году сошло до нуля. То есть можно там за целый день не встретить ни одной морской змеи. Чем это связано непонятно, разные версии высказаны, в том числе и вот эта болезнь обесцвечивания коралловых рифов, но обесцвечивание морским змеям в других местах не мешает, они там себе живут. Поэтому предстоит узнать, почему это происходит, но вот эта оливковая коротконосая морская змея последний раз видели 23 года назад и с тех пор ее нет, уже пора ее признавать вымершим, но в 2016 году открыли несколько мест уже побережью, совсем близко к побережью Австралии, несколько мест, где похожих змей нашли, вроде бы тех же самых, но они довольно серьезно отличались все-таки морфологически, а генетически уже не очень проверишь, потому что считанные экземпляры в музеях есть, из них ДНК оказалось сложно выделить, но вроде бы по морфологии это другой вид. И теперь оказалась вот эта экспедиция, в которой участвовали наши коллеги из музея Западной Австралии, и сотрудники Музея морских исследований Австралийского, там на этом корабле самая передовая аппаратура. Вообще вот этот фонд Шмитт очень интересный, это Эрик Шмитт с супругой, этот фонд поддерживает, выделяет средства, сейчас они заявили о выделении миллиард долларов на исследование, и приобрели другой корабль, более крупный, и сейчас происходит его переоборудование, придет на смену старому кораблю Фалькору. Там есть подводный робот, называется Су Бастиан, и он оборудован камерами, манипуляторами, и вот ученые сидели, управляли им дистанционно и хотели со дна собрать какую-то раковину большую, и вдруг там на краю совсем изображения увидели что-то такое, они все морские биологи, поэтому не специалисты в какой-то конкретной группе, хотя это тоже, но они более-менее представляют все разнообразие, которые могут увидеть на экране этой камеры, и увидели на краю совсем изображение такое привлекшее их существо, и это оказалась морская змея, увеличили изображение, это да, коротконосая морская змея, она очень характерный вид имеет, но ее поймать не удалось, поэтому это такая большая заявка на будущее исследование. Самое интересное, что эту змею увидели на большой глубине 70 метров, почти 70 метров, это уже так называемая мезофатическая зона или сумеречная зона, про которую я рассказывал в одном из роликов, и о сложностях, которые преодолевают исследователи, работая в этой глубине, там или подводный беспилотный аппарат должен работать, либо очень сложная система дыхания, погружаемых в аквалангах. Наши коллеги из Калифорнийской академии наук очень активно исследуют эту мезофатическую зону, и о Калифорнийской академии наук я тоже уже рассказывал. Так вот, увидели на такой большой глубине, для вообще морских змей это не очень характерно. Морские змеи очень интересная группа рептилий, видимо в какое-то время, довольно давно, там 300 миллионов лет назад, когда уровень мирового океана сильно колебался, какая-то часть змей встала перед выбором или им утонуть, они обитают там на каких-то коралловых островках при подъеме уровне воды, либо выжили те, кто смог приспособиться в водном образе жизни. Так появилась вот эта группа морских змей, которые по-разному, ну зависит от того, как подходишь, какая система классификации и на чем она основана, ну там порядка семидесяти или даже сотни видов в этом подсемействе, а семейство самое большое, туда входят самые ядовитые змеи, например, кобры, и морские змеи тоже ужасно ядовиты, вот эта оливковая морская змея, вообще оливковые морские змеи, это род, один коротконосая морская змея, это один из видов, который считался вымершим 23 года, пока его опять не увидели, они обладают одним из самых сильных нейротоксинов, то есть если вот попался она в сети, как это бывает, или там где-то в море встретились, если она укусит, это практически верная смерть, но другое дело, что они не очень-то кусаются, потому что у них очень флегматичный такой мирный нрав и надо как-то случайно, потому что бывают животные, которые не представляют себе, что можно кусаться для самообороны, их укус это чтобы поесть или там поймать рыбу, для этого как раз и такой сильный яд, потому что рыбы они холоднокровные, обмен веществ другой, поэтому чтобы яд на них подействовал быстро, она куда-то не успела там уплыть, он должен быть очень сильным. Так вот эти морские змеи приспособились к условиям жизни в море, удивительно, потому что змеи-то рептилии, а покровы рептилии, они как раз служат таким скафандром, который предохраняет от высыхания, поэтому рептилии это первый класс позвоночных животных, который действительно освоил сушу, а у них покровы стали тонкими и через них стало возможно получать кислород из воды окружающей. Это позволяет морским змеям до двух часов под водой находиться и даже дольше, но кроме того они еще могут набирать в рот довольно много воздуха, богаты кровеносными сосудами, у них полость рта, и они таким образом тоже получают дополнительный кислород. Кроме того легкое, а вы знаете, что у змей практически у всех одно всего легкое. Еще одна интересная тема анатомии змей, потому что кто-то думает, что змея она такая вся сплошная, как колбаса, но глубоко заблуждается. Там очень сложное строение мышц, каждая мышца имеет свое название, там есть внутренние органы, они конечно вдоль туловища вытянуты и одно легкое остается, обычно правое у большинства змей. Оно вытягивается во всю длину тела. Опять же спрашивают, а где у змеи тело, а где хвост? Там хвост прям сразу за ушами начинается, на самом деле тоже нет хвоста, а тональное отверстие, от колокального отверстия считается хвост. Так вот у морских змей легкое настолько длинное, что оно заходит даже в хвост. Все интересные змеи, у них покровы тоже интересные, с одной стороны проницаемые для кислорода, а с другой стороны морские змеи, как и все змеи, часто линяют, полностью сбрасывают свою шкурку, и морские змеи линяют чаще, чем сухопутные. Почему? Потому что в море там всякие есть микроорганизмы и паразиты, которые нравят прикрепиться к коже и на ней обосноваться. Поэтому чем чаще шкурку меняешь, тем ты чище и никто там на тебе не поселяется. Так что вот теперь есть опять переоткрыли эту морскую змею и возникает вопрос, а это с вот этим прибрежными популяциями в каких отношениях находятся. Может быть эти оливковые морские змеи обитают глубже, чем это считалось, потому что вообще морские змеи на глубине там от поверхности до 10 метров, а тут 70 метров, это совсем другие условия, там темно, там вообще по-другому все. Может быть как раз основная популяция на такой большой глубине и обитает, просто ее видели меньше. Может быть это змеи, которые с побережья второй раз колонизировали этот риф, ну что там 300 километров можно проплыть. Так что есть вариант, что это вот та самая вымершая морская змея, просто популяция основная находится, живет на большой глубине, либо где-то еще, где пока не нашли, либо это повторная колонизация вот этих береговых популяций, но они отличаются морфологически. Можно посмотреть, теперь предстоит исследователям все-таки как-то добраться до этой змеи, получить ДНК и провести анализ, выяснить все-таки это два разных вида или один и тот же. Помимо самой змеи, мне было интересно, как вообще была устроена экспедиция, которая это открыла. Экспедиция была большой коллектив ученых из разных организаций, в данном случае в основном австралийских, которые совершали плавание на научно-исследовательском судне Фалькор. Судно принадлежит Океаническому институту Шмидта, это такой благотворительный фонд, который поддерживается Эриком Шмидтом и его супругой. Он был с 2001 по 2011 год главным исполнительным директором Гугла, то есть фактически тем человеком, который сделал Гугл тем, что он сейчас есть. Потом он переходил на другие должности, сейчас там какую-то техническую, техническим консультантом работает и он как раз вот создали они такой фонд, приобрели корабль, оборудовали по самому последнему слову научной техники и и самое интересное, что как раз в этом году был приобретен другой корабль, который должен заменить вот этот старый Фалькор, он называется Фалькор и в скобочках тоже, он такой подлиннее в полтора раза и там еще более современное оборудование будет поставлено. Интересно, что этот корабль, он плавает, у него маршрут уже разработан на много лет вперед, сейчас вот произойдет смена, так скажем, коня, то есть корабля и он предоставляется для исследований ученым бесплатно. Там, конечно, большая очередь стоит из ученых и определенный конкурс и соревнования, кто же будет, когда на этом Фалькоре плывет и какие исследования проводят, но сам факт очень интересный, то есть там команда поддерживает вся инфраструктура, оборудование и ученые, пожалуйста, давайте становитесь в очередь, работайте, используя вот эти средства научные. Интересно очень, мне показалось интересным и корабль, и открытие, которые там делаются, открытие, вообще-то на этом корабле сделано уже множество. Для животных, которые должны дышать воздухом, вот эта глубина погружения, погружения в мезофатическую зону кажется такой большой, 70 метров, там надо каждые два часа или чаще выныривать, чтобы в воздух охлебнуть, но есть животные, которые гораздо глубже погружаются. Например, кошелот, представляете, такой вот размер с вагон, существо ныряет там глубже трех километров, по некоторым данным. Ничего, успевает и поесть, и подышать, и все успевает, и при этом еще издает невероятные звуки, которые вас сегодня разбудили. Хочу пожелать всем интересной жизни, интересной работы, интересных мыслей и подлотворного интересного дня. Не забывайте про колокольчик, смотрите наш канал. В следующем выпуске я вам расскажу про удивительную подземную фею, которую открыли совсем недавно. В январе вышла статья и опубликованная эта новость была в журнале подземной биологии. Есть и такой журнал. А кто нас разбудит в связи с этим? Корабельный гудок какой-нибудь? А, кстати, между прочим, морские змеи, что интересно. А, вот тоже, опять же, интересно. Морские змеи, казалось бы, морей-то везде полно. Понятно, там какие-то полярные, не для них, но их нет в Атлантическом океане морских змей. Так сложилось, что, по всей видимости, они заразились в рифовой зоне Тихого Индийского океана и до сих пор не проникли в Атлантический. Потому что вокруг мыса Доброй Надежды и вокруг мыса Горн там уже слишком холодно для них. Правда, прорыли же каналы, известны Суэцкий и Панамский. А в Красном море есть эти самые морские змеи, но они Суэцкий, насколько я знаю, еще не преодолели. И Панамский канал вот только они начали в Карибский бассейн проникать. Довольно долго уже прошло, потому что там пресные озера. Но в Карибском бассейне уже они появляются. Интересно, что морская змея, один из видов, двухцветная пиламида, даже был в наших водах российских, в свое время замечен, как дохлую эту пиламиду выбросила в районе, в Приморье, в нашем на берег. Это единственный случай, когда в наших водах была зарегистрирована морская змея. Но в южном полушарии они все дальше и дальше идут на юг, в сторону Антарктиды, в холодные воды, потому что вроде как потепление климата. Так что можно рассчитывать, что и в наших морях дальневосточных, они появятся. Страны Европы нет в Атлантике морских змей. Так вот, исследователи говорят, что морские змеи очень любопытные. Если там, в том месте, где они есть, погружаются аквалангисты, они подплывают посмотреть, что это происходит, но довольно быстро теряют интерес и продолжают заниматься своими делами. Но у них органы чувств, поскольку вода совершенно отличается по свойствам как среда от воздушной среды, там можно применять органы чувств, которые на воздухе не работают. В том числе, у них повышенная чувствительность разных кожных образований есть, и они вроде бы как цокают языком. Я вот не понял, что это такое, но я особо не вчитывался, но они издают какие-то звуки морских змей. Среди направлений деятельности Эрика Шмидта был, поскольку он очень видную должность занимал в гугле, в частности, о приобретении канала YouTube и решения этого человека, они как раз влияют, в том числе, и на развитие нашего канала. Нашего любимого видеохостинга. Нашего канала, но через любимый видеохостинг. Но это ты свои слова вставь из-за кадра, а что нормально мы обсуждаем вопрос. Оказывается, вон оно, в этих самых цепких лапах-то все находится. И тебе, пожалуйста, и флот, и YouTube, и все, что хочешь. Спасибо. Спасибо.